Помимо заместителя председателя правительства Московской области по строительству Германа Елянюшкина, на встрече с жителями сельского поселения Молоковская присутствовали представители администрации Ленинского района, застройщика ООО «Самолет Девелопмент» и главный архитектор Московской области Владислав Гордиенко. По ходу встречи были выявлены главные вопросы волнующей местных жителей. Это массовая многоэтажная застройка территории поселения, количество будущих рабочих мест и транспортная доступность нового жилого комплекса. Изначально планировалось, что здесь будет построена сеть легкорельсового трамвая. Однако после вмешательства губернатора ситуация изменилась. И вот благодаря обращению губернатор принял решение и дал поручение на строительную часть эти деньги перераспределить на дорожное строительство, определиться с графиком финансирования дорожного строительства. В перспективе запланировано расширение Каширского шоссе со строительством путепровода через дорогу к аэропорту Домодедово. Как раз после строительства этого путепровода расширение Володарского шоссе до деревни Месайлова. У нас там существует в настоящее время коридор, по которому спокойно можно будет провести расширение трассы. По первым предположениям реконструкцию можно провести до четырёх полос. Сегодня у нас двухполосная с вами трасса, а коридор сразу же заложить и зарезервировать под шестиполосную трассу на будущее. Также предполагается строительство новой дороги в обход всех населённых пунктов сельского поселения с выходом на деревню Андреевское, где в будущем планируется строительство моста через Москву-реку. Он соединит Ленинский район и городской округ Лыткарина и выведет транспортный поток на федеральную трассу М5 «Урал». Инициативная группа местных жителей передала Герману Елянюшкину предложение по концепции развития территории застройки. На самом деле это существует, и то, что вы представили, есть вопросы, мы тоже готовим ответы. На самом деле это конструктивный подход абсолютно. Рассмотрением предложений жителей по внесению изменений в генеральный план, в который прошли публичные слушания, займётся специально созданная комиссия для взаимодействия с главой архитектуры Московской области. Я думаю, что глава архитектуры определит своего ответственного представителя. Мы от администрации выделим одного, я думаю, что максимум двух своих представителей. Будут представители нашего депутатского корпуса, которые отвечают за принятие нормативных документов в виде генерального плана, проекта землепользования и застройки. И я думаю, что туда должно войти 5-6, может быть, 10 активных участников этого процесса для того, чтобы рассматривать всё-таки всё предметно. Также стоит отметить, что по просьбе жителей на сайте администрации района размещены обязательства застройщика по принятой части генерального плана по вводу объектов культурно-бытового и социального назначения. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.